Рекордные 126 мм фасадка выпали в партизанском округе Приморского края. Оперативную обстановку в регионе доложили губернатору на совещании с главами территорий и профильных ведомств. Вначале Олег Кожемяка заслушал информацию о том, как шла эвакуация детей из лагеря «Наши гости-3» в микрорайоне Лозовой. Все живы-здоровы, пострадавших нет. Размещается промежуточная база размещения, это гибная база. И дальше размещается у нас в детском саду номер 30, в Букракусат. Все живы-здоровы, питание организовано, все в порядке. На месте работает глава, все заместители. Губернатор распорядился организовать быстрое восстановление дорог к лагерю после схода воды. Надо посмотреть, в том числе и городскими службами, заключить контракты на быстрое восстановление дорожного полотна после схода воды. И посмотреть, провести анализы территории, анализы воды в этом лагере на предмет дальнейшего размещения детей. Попрошу Роспотребнадзор, оформить все это решением КЧС, принять экстренные меры после схода воды для анализа ситуации в лагере. И проведение всех лабораторных исследований, каких необходимо. И быстрое восстановление проезда к лагерю с тем, чтобы при создании необходимых условий вернуть детей на отдых. Ливни отметились и в других муниципалитетах региона. Так, в Анучинском округе вода уже спадает, однако остаются отрезанными поселки Скворцово и Веселые в общей сложности 24 дома. В находке подтопило детский сад, школу и поликлинику. Сейчас идет откачка воды. Восстановлено движение и в Лазовском округе. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.